Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом видео я хочу рассказать вам, как я освещаю свое жилье в период отключения электроэнергии. Многие люди покупают для этой цели свечи, которые в данное время резко подняли в цене это раз, а во-вторых, при их горении образуется гарь и копоть. Но можно сделать простейший светильник, образно говоря, свечку, ничего не покупая. Для его изготовления я взял вот такой бэушный шприц на 2 кубика и светодиод диаметром 5 мм, рассчитанный на напряжение 3 Вольта и ток потребления 20 мА. Также понадобится гасящий резистор на 500 Ом. Но сначала я решил сделать поверхность шприца матовой, как это делают в светодиодных лампочках. Для этого я слегка зажал его в тиски и отрезал его ушки. Затем вставил металлический стержень подходящего диаметра в месте крепления иглы и крепко зажал в патроне дрели. Затем вставил металлический стержень подходящего диаметра. Взял мелкую наждачную шкурку, зашкурил поверхность шприца. Затем вставил металлический стержень и шилом проколол в нем две дырочки для ножек светодиода. Вставил в поршенек со стороны выпуклой его части ножки светодиода. Вначале длинную, а затем короткую. Отрезал минусовую ножку, она у светодиода короче, с тем расчетом, чтобы после припайки резистора края были примерно одинаковыми. Потом залудил обе ножки. Припаял резистор на 500 Ом к укороченной ножке. На плюсовую ножку одел полихлор-виниловую трубочку. Если нет возможности купить светодиод, который стоит всего 5-10 гривен, его можно взять от использованной зажигалки. Резистор можно попросить у телемастера. Далее вставил поршенек со светодиодом. Питание от аккумулятора я подвел к вот такой розетке с плоскими гнездами. Плюс слева, минус справа. Можно использовать любую розетку, но такой удобней. Вилку в нее иначе не вставишь. Проверил действующее напряжение в розетке, которое составляет почти 13 вольт. Перед припайкой светильника к вилке сначала определил, на каком проводе находится плюс. на верхнем. 4 вилки удерживаются в розетке пружинками. И чтобы вынуть ее, необходимо приложить некоторые усилия. вынувя ее, залудил каждый провод. Ну и теперь припаял светильник к вилке. Не забываю предварительно одеть изолирующую трубку на плюсовую ножку светодиода. И вилку. Продолжение следует. Натянул трубку на провод вилки. Всё, светильник готов, можно проверить его работу. Выключил настольную лампу и вот так он светит. Работа закончена, осталось заизолировать провода. На всю работу по изготовлению светильника ушло не более часа времени. В заключение хочу сказать, что я в своем доме сделал 12-вольтовую проводку еще в 2015 году. Об этом у меня есть отдельное видео, ссылку на которое вы видите сейчас вверху подсказки. Также ссылку на него я расположу в конечной заставке. В этом видео я рассказал о различных конструкциях 12-вольтовых светильников. Этот светильник я включаю каждую ночь в качестве ночника, независимо от того есть электроэнергия или нет. Для изготовления этого светильника я использовал баночку из-под таблеток. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Буду рад, если оно было кому-то интересным и полезным, пишите комментарии, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Буду благодарен всем, кто поставил лайк за видео, а также подписался на канал и включил колокольчик. До будущих встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»